Мы в ОООФО, долгое время работаем на данном предприятии. Хотим указать вам на рабочую атмосферу, творящуюся в нашей организации, так как лимит нашего терпения исчерпан. Нашу работу дателем Петухов Юрий Алексеевич злоупотребляет своим положением при распределении должностей, в результате чего его дочь Петухова, Дарья Юрьевна, ранее работающая секретарем и занимающая сбору денег с абонентов, внезапно угодилась после проверки, теперь работает администратором, который непосредственно выполняет функцию кассира, собирает деньги, выписывает квитации, продлевает абонементы. Согласно статье 27-й трудоустройства цепочка родственников, руководитель кассира не имеет места быть, так как главного бухгалтера в руки нет, а она подчиняется непосредственно руководителю. Уже несколько раз Петухова, ну, не буду, да, каждый раз имя отчество называть, мы уже здесь сократились, была условична, наглая присвоение денег, обвините директора, да еще сведом председателя председателя Республики Порта Заботина, все быстро улаживается. Сколько это может продолжаться? На протяжении 30-го времени идет обман с целью присвоения чужого и мужества денег, скобочка, при выписывании квитанции, выглевании абонементов путем неговного отражения фасовных книг и денежных средств, невыписывания и подделывания квитанции. Квитанции выписываются кассирным карандашом и бездатой. Сравните, в скобочках, сумма в квитанции одна, а в копии квитанции другая. Например, в нами установлено, что абонемент молотков АВ за номером 228 тренажерный зал был продлен с 17.09.18.10.15 года. Квитанция не была выдана, то есть 850 рублей были присвоены. Значит, скажу, что все квитанции, вот нам пришли копии, когда ушли туда, письма квитанции были приложены, часть квитанции. Квитанция на посещение бассейна в Капуниной Е не выписываются, а деньги присваиваются. Абонемент круглого ОА за номером 255, абонемент продлен, квитанции нет, 680 рублей. И это не единичный случай. Квитанции на занятия по большому тоннему вообще не оформляются, хотя цена в занятиях профессиональных ресурсов. Деньги сдаются тренеру, а аккассируют. Все это происходит с ведомым директором, так как он давал опоздание выписывать квитанции за одним числом со самих подгонными суммами. Если сравнить выписанную сумму квитанции журнала посещения, в актера отключают выписку учебных инсистов. Получается, что платят всего десятая часть от всех выбиравших в месяц. Куда угодят эти немалые деньги, остается только догадывается. Конкретного ответа нам никто не дает. Также обстоят дела с занятием паэробики. А паэробики тренер собирает деньги за те в общей сумму выписывается одна квитанция. Футбол для взрослых, полигол для взрослых. Это при том, что у нас есть кассир, ставки нет, а кассир есть. Почему он не может всем выписать в порядке очереди абонемента, и квитанция остается загадкой. Тренер в тренажерном зале награды получает зарплату. Почему? Собирая деньги с клиентов, которые уже заплатили футбол в тренажерный зал, еще 800 рублей за индивидуальную программу. Возмущенные клиенты оставили жалобу жалобной книге, но у руководителей никаких мер приняты не было. На работниках постоянно не выплачиваются премии. Зарплаты одинаковые у всех работников, на которых лежит ответственность с окладом за 4 тысячи, и у кого оклад около 3 тысячи. Первые сами себе зарабатывают минимумы часами, ночными и так далее. Другие по минималке доплачивают государство. Минималку нашим бухгалтерам умудряется включить даже премию на 8 марта и 23 февраля. Премия прописана в коллективном договоре, с которым нас даже не ознакомили. Ни разу не выплатились премии к профессиональному празднику, хотя в полдоговоре это тоже прописано. На стадионе «Спартак» она выплачивается, бухгалтерия у нас общая. Оказывается, в нашем учреждении есть даже представитель интересов коллектива, которого мы якобы выбрали для решения спорных вопросов, кто его выбрал, когда, тоже загадка. А коллективный договор читается тайком, передавая из рук крови, как раньше Солженицына. Сейчас без премии у нас у всех зарплаты со всеми ночными и праздничными нападками доплатно составляют минималку. Аргументируют невыплату премии денег нет. В то же время организация покупает старый трактор за неимоверную сумму, сначала покупает, затем тратится на ремонт, никому не нужный и стоящий уже 3 года «Газели» в 93 тысячи рублей. Прямо подробности финансовые. Снимаются средства со счета ФОКа на нужные и связанные с организацией день города ремонт детского лагеря, который к нам не имеет никакого отношения. Также из них бюджетных денег, так нам объясняют бухгалтерия «Мар», «Плачем газ», «Воду», «Свет» и отдельная статья расходов заложенных бюджетов. Может, пора проверить руководство бухгалтерии, куда действительно уходят деньги. Нас возмущает то, что ФОК оказывает бесплатные спортивные массовые физкультуры на здравительные услуги, а средств на премию нет. И ни на что нет. Дети в секции занимаются бесплатно, но родители возмущаются, что им приходится платить деньги за соревнования, в которых участвуют их дети. Хотя средства на спортсменов приписываются и на поощрение тоже. Спрашивается, где деньги у организации. Мы работники ФОК несколько раз собирали собрание по поводу всего этого с участием нашего директора главного бухгалтера стадиона Спартак. Приглашали председателя по физической культуре спорта Заботина, но он не пришел. Писали письма ему, но ничего не меняется. Ответов с их стороны на все наши вопросы нет. Но предельно ясно высказался главный бухгалтер, кто вы такие, чего вы ведете, куда не надо. Поэтому и ВОС и ныне там. В наше экономически тяжелое время директор Петухов в этом году взял еще помощь одного зама. Это двум нынешним технической спортивной части на коллектив 52 человек. Теперь у нас есть заместитель директора по общим вопросам. Директора и три зама на коллектив 48 человек. Не много ли руководствовать такой небольшой людей? Если директор уже не может решить общих вопросов сам и для этого берет зама по общим вопросам в организацию, где работники получают занималку, это ставит под вопрос компетента самого директора. В этом году открыли две ставки администраторов, надо было то есть поближе к другому построить. Она выполняет функции кассира, хотя до этого в той же работе справлялись в актеры и директора. Идет разбивание штатов в связи с очень сложным, просим вас провести проверку МОУФОК и также бухгалтерия на предмет правомерных действий в корпус организации. Значит, квитанции прилагаются, копии журнала по большому теннису прилагаются, они уже не пришли, и подписи. Подписи тоже нет, они все остались в приемной и письмо уже пришло от Министерства Союза Нородской области, чтобы понятно выявить все эти факты. Поэтому значит бухгалтерская проверка в течение этой недели будет производиться это однозначно. И значит вот сегодняшнее собрание из нашего с вами диалога я тоже должна понять какие действия мы потом с руководителями комитета и города уже городца мы принимаем по поводу оптимизации и штатного расписания и расписания работы и так далее. Поэтому вот письмо я вам прочитала подписано всем коллективам я еще раз повторяю поэтому предложение такое чтобы нам сегодня с вами не уйти потому что я понимаю что у всех эмоции они у меня тоже есть но сегодня у нас с вами еще раз повторяю должен сложиться конструктивный разговор если мы говорим мы говорим с вами конкретные факты если говорим эмоционально то в конце давайте пожалуйста отвергаем предлагаем то есть вот по такому правилу давайте мы сегодня составим наш разговор чтобы у нас не было ты плохой я хороший все плохие я все знаю что делать потому что всегда когда мы встаем на место другое нам кажется что было легче а оказывается что решить проблему не всегда просто поэтому если уж вы написали коллективное письмо давайте коллективно решать каким образом нам улучшить работу если у нас вот так все плохо здесь на городецком форте так кто первый давайте секретаря есть секретаря Алексеевич присаживайтесь чтобы вам было удобнее делительство я к сожалению не знаю имя отчество и как зовут если вы не поняли вы считаете кто-то пожалуйста зубы Сергей Александрович и кепку семей кепку кем 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 дело потому что у нас дали Васильевны здесь самые первые работники в фоке поэтому более-менее знакомы что тут было для меня самое непонятное это когда началось с того что фок три года работал и как новое предприятие он должен был работать без налога вроде бы это общие правила такое есть потом прошло три года и нам сказали у Вас тут должок очень большой там больше миллиона что ли вот и потом этот долг у нас все тянется и тянется с нас стали и долг брать и текущие платежи и в течение вот восьми лет 25 декабря было открытие фока то есть через десять дней восемь лет будет фоку в течение еще последующих четырех лет с нас брали и долг и текущие платежи и постоянно это влияло на то что ой какие вам премии у вас долг там за миллион и сколько раз мы приглашали и руководство спорткомитета и бухгалтера нам ни разу никто не объяснил вот может быть я просто не в курсе этого дела как должно быть нам просто будет у вас долг и все никто ни разу не объяснил а как вообще фокты работают что мы тратим и что мы зарабатываем тогда могло бы хотя бы между работниками ну вот мы между собой как на кухне да ля-ля-ля и все без толку нам-то никто не объясняет естественно эти разговоры вот такие вот склоки можно сказать они обязательно будут если люди не знают реального положения но в то же время им каждый раз так премии не будет потому что денег нет а у нас тут есть целая категория людей у которых дети маленькие есть есть а пенсии нет и они живут вот на эту сейчас вообще мизерную зарплату 5 тысяч а вот у нас девушки из хотели когда пришли сюда работать у них была для восьмого года вот так более-менее приличный затылок и встреч да а потом она меньше и меньше меньше несмотря на то что инфляция больше и вот как они сейчас живут имея маленьких детей я просто не представляю получается вам время вообще никогда за эти 8 лет не выплачивалось ни походу но у нас начинается примерно с апреля месяца там все деньги расходованы почти каждый год что я понимаете давайте давайте за три года три года не собираются налоги но таком нет у нас давайте поясним здесь среди чем вадим задолженность по налогной имуществу значит налогной имущества налогной имущества это имеем участие непосредственно на тех площадках которые занимают наши здания своевременно они приотруют документы будут эксплуататься в первую очередь и в вторую очередь они говорят что лучше меня знают